Здравствуйте, сударыни и судари! Я должна вас предупредить о том, что появился такой очень опасный вредитель, как луговой мотылек. Невзрачная бабочка, ну, крохотная, еле приметная. Её замечаешь, когда идёшь и под ногами так пр-пр-пр-пр-пр, порхает. Одна, другая, десятая, сотая – это многоядный вредитель, луговой мотылек. Последний раз он был у нас в таком большом количестве в 1999 году. Для этого вредителя характерны вспышки массового заражения. И тогда гусениц было столько, что они ползли по дороге сплошным потоком. Надо признаться, что я от неожиданности схватила какие-то страшные яды и стала всё вокруг поливать. Я его уничтожила. Но дело в том, что мотылек предпочитает такие нежные растения, как бархатцы, укроп, салат, морковь. Ну, морковь, ладно, я полила. Я до химикатом, так же, как и бархатцы. А укроп, его же есть нельзя было. Я оказалась без зелени. Вот это нужно учитывать непременно. И самое главное – бороться с вредителем надо тогда, когда появились первые маленькие гусеницы. Потому что они становятся всё больше и больше и прожорливее. Более эффективна в начальной стадии борьба с ними. Использовать липидоцит. Это очень хороший биологический препарат. Запишите. Баргузин, цеперус, самурай супер и медор. Используйте для обработки от вредителей опрыскиватель и непременно защитите себя. То есть специальная одежда глухая, косынка или какой-то капюшон, очки, маска. Не только от коронавируса помогает. Перчатки, сапоги. Всё, что вы применили для защиты себя от этого пестицида, тут же постирайте. А остатки нужно вылить где-то там в далёкой части сада, где нет никаких полезных растений. Закопать это. Забыть как дурной сон. Так же, как забыть и о луговом мотыльке. Успеха вам в этой борьбе. Не упустите возможность побороть этого злостного многоядного вредителя из семейства Огнёвки. Мы знаем эту противную гусеницу. Так же не пропускайте сюжеты на нашем канале. Здоровья вам и до встречи!